Избирать и быть избранными в молодежный парламент округа могут молодые люди от 14 до 35 лет. Это позволяет совместить энергию самых юных депутатов и жизненный опыт их старших коллег. Конкуренция была высокой. На 40 депутатских мандатов претендовало в общей сложности 103 кандидата. Принцип избрания такой же, как и недавно прошедшие выборы депутатов совета депутатов городского округа. То есть 6 мандатных избирательных округов и 1 единый избирательный округ, от которого избирается 10 депутатов молодежного парламента. И предвыборные кампании, ход голосования также были максимально приближены к обычным муниципальным выборам. Одна из задач – обратить внимание молодых людей на важность избирательного процесса, вырастить из них грамотных, вдумчивых депутатов и избирателей, сформировать кадровый резерв избиркомов. Я считаю успехом в молодежной политике то, что на выборы регистрируются те люди, которых мы не знаем. Поэтому это новые кадры, новые активные люди. То есть молодой гражданин сам подал заявление, собрал подписи, получил поддержку и избирается в молодежный парламент. Честно, многих не знаем. Многих не знаем, но я думаю, что это будет справедливая борьба и победит сильнейший. Гордей Живалов – один из самых молодых кандидатов. Он учится в Одинцовской лингвистической гимназии, увлекается спортом и иностранными языками. Уверен, что времени хватит и на общественную работу. Я хочу помогать в благоустройстве нашего города Одинцова, в благоустройстве Одинцовского городского округа. Я хочу работать в рамках комитета по местному самоуправлению, то есть, например, проводить приемы молодежи, собирать жалобы их, отрабатывать, оказывать какую-то социальную помощь, начиная от пенсионеров, заканчивая различными приютами. То есть, фокусироваться на помощи населению. Нынешний созыв будет в истории муниципалитета уже четвертым. Опыт предыдущих компаний показывает, что в его состав, скорее всего, войдут и опытные ребята, и новички. Явка на этих выборах была рекордной. 16 часов проголосовало 2134 человек. Это самая высокая явка в нашей истории. Всего у нас 6 участковых избирательных комиссий работает. Так что это самая высокая явка в течение всех выборов. Около двух часов ночи итоги выборов были официально подведены. Первое заседание молодежного парламента нового созыва должно пройти уже в ближайшую пятницу. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.